Заходите все, здесь места много. Я здесь иногда сплю. Вдруг что-то появляется идея и ты начинаешь лепить и потом что-то одно слепишь, а потом из него выходит новая, новая и целая серия. Повтора нет. Иногда я пытаюсь повторить и у меня не получается, у меня получается очень плохо. Энергия другая. Да все время разное и людей, и птиц, и животных. У меня была идея такая, что как будто бы вот скульптура покрыта вся тканью. И поэтому вот такое вот, вся накрыта тканью. Я хотела быть художником по тканям, но в Одессе не было такого факультета. Я стала керамисткой. Васильковский завод, он конечно был такой небольшой, очень камерный. Там вот рисовальщики, которые расписывали, такой был большой зал на деревянных столах, они расписывали и пели. И все женщины пели, ну женщины в основном, в основном женщины. И все пели. И очень так красиво. Все это было настолько гармонично с природой, с вот этой глиной, с этим всем, как все это получалось красиво. И у нас был творческий день по средам. И в этот творческий день мы могли поехать по музеям, по выставкам, что-то рисовать. И творческие командировки были. И мы ездили в разные, и в Полтаву, в Питер. В Ленинград тогда назывался Москву. На выставке рисовали. И, в общем, это было... А, я в Карпаты, вот туда ездила. После этого у меня миска Черемшина. Я сделала такая интересная выставка. После каждой поездки что-то было интересное, новое. Я же училась в Одессе на керамическом факультете. Но нас учили только росписью по фарфору. Но у нас еще была скульптура. Отдельное занятие по скульптуре. И когда я поехала на практику, вот на какой-то из завод, Карастенский, по-моему, завод, на практику, я увидела, что фарфор это совсем не мое. Там настолько на заводах неинтересно. Художник, он как крепостной. Он сидит, он должен делать только то, что вот уже на готовых формах нужно только расписывать. И совершенно такие рамки, неинтересно. А тогда выходил журнал «Декоративное искусство». И в этом журнале я увидела работы Проторьевых. Вот, кстати, Майолика Проторьевых, это, конечно, я так как увидела, сказала, все, мне так нравится. И я попросила делать туда диплом уже. И приехавшим Васильков, значит, так мне все понравилось. Это сам Васильков как раз была. Сирень цвела, зелень. Вообще, природа потрясающая. И сам завод, и все это, и Проторьевые, и керамика. Главное, ты сам и лепишь, создаешь и форму, и роспись, все это. Но два года, меня прислали туда, но места художника не было. Я два года работала вот это на рабочем месте. Вот расписывала, тренировала вот это вот руки свои. Вот расписывала, норму выполняла. Слава труду. А мы должны были это писать, чтобы на выставку взяли, а иначе на выставку не берут. И зарплата. Ну так, конечно, мне так хотелось творить, что я после работы оставалась и все равно что-то лепила, потому что на заводе, печки, глина, можно все делать. Это была не в стиле Василькова, она была слишком коричневая, но она такая, мне так она нравится, она такая медовая. Но это уже после косовской керамики. Я вот такие делала фигуры, лепила. А главный художник Денисенко Михаил Иванович отвозил мои работы здесь на художественные советы управления Фарфарфаянса. На Крещатике, где сейчас все свои. Это там было управление. И они заметили мои работы. И был главный директор управления Фарфарфаянса. И мне дали единицу художника. Просто, просто дали за талант. Можно сказать, за то, что были мои хорошие. Ну, а вначале я на рабочей месте, потом мне дали начальник глазуровочного цеха. И у меня уже была маленькая комнатка, где я могла уже, если уже тогда и проверять, как работают рабочие, слой глазури. И в то же время я могла там что-то свое лепить. Уже все время работы на заводе я просидела в одной мастерской с Денисенко Михаилом Ивановичем, главным художником. Ну, это было, конечно, замечательно. Ну, все это было, когда ты уже знаешь, что ты сам хозяин. Ну, кроме того, и я всегда так много всего нового придумала. Придумывала, которое вообще не шло в производстве. Я придумала для себя, чтобы было красиво, интересно. Но в тираж эти работы не шли, потому что они были слишком сложные. Жизнь такая очень интересная, потому что получилось, что у нас вместе со мной было четыре художника. Вот Проторевы, Михаил Иванович Денисенко и я. Но Проторевы работали вместе, у них была такая тандема, у них такая была замечательная любовь и поддержка. И вообще они были потрясающей парой. Они все время делали тоже скульптуры, которых сейчас в музее много разных. Скульптуры, которые сейчас, они кажутся, немножко такие слишком обтекаемые. Ну, такие. А тогда это вообще было передовое все. И они придумывали новые какие-то технологические. И Денисенко, и у Проторевых мне. Я, конечно, у них училась. То есть я пришла из Одессы, где я вообще живу совсем другое. У меня, кстати, сохранились работы, которые я делала в этом. Росписи на фарфорах очень красивые. Вот я вам сейчас покажу. И я могу и сейчас. Я вот, когда была на фарфоровых, я делала фарфоровые работы, расписывала. Я могу, я и графику такую тонкую делаю, которая могла бы вполне использована для фарфора. Ну, видимо, вот моя Юлика оказалась мне ближе, и она победила. Конечно, я училась. Мы же все после учебного заведения, где там чему учат? Ну, учат основы. А потом по специализации ты уже учишься на месте. Учишься. Я училась у них всему. У меня же вот эти краски, они не видно, какие они до обжига. Поэтому все время нужно делать. И как формы делать, и как лепить, и как все, как расписывать вот этими спринцовками, которыми я и сейчас расписываю. Вот сюда соломка вставляется, и вот так расписывается. Вот или заливаю, или расписывается. Вот. Вот это работа спринцовками. А это вчера упал ангел почему-то со стенки. Я его сегодня вот сейчас вот приклеивала. Просто висел на стенке, взял и упал. Конечно, потихоньку там еще какие-то небольшие опошни. Но опошня была, это там фабрика, где непрофессиональные художники, просто мастерицы. Они сами придумывали эти орнаменты и каждый раз новенькие расписывали. Вот они делали посуду, но каждый со своими, ну, со своими, каждый раз новые рисунки. Не обязательно повторяли предыдущие там. Ну, как бы была такая импровизация. Но это был немножко другой, это национальная. В Косово хорошая была фабрика, но она тоже с национальным таким, очень национальным уклоном. И это был такой, не такой уровень. Просто этот завод, он на уровне всех фарфоровых заводов. Значит, да, у нас был замечательный директор завода Кулинич. Вот он как бы нас и посылал в творческие командировки. Мы ездили и участвовали во всяких выставках. И он даже отправлял работы на международный. Он так хотел имидж завода поддерживать, что мы так чувствовали, что этот человек любит. Вот это любит, это дело. Но я не знаю, как это все происходило, но партия прислала другого директора, который очень быстро нас всех скрутил, художников. Нам отменили творческий день, творческие командировки. И он сказал, что вы там сидите только карандашиком, чик-чик и все, еще зарплату получаете. В общем, очень сильно нас обвинял, что мы ничего не делаем. Все время нас посылал на картошку, на кукурузу, на полевые работы. Потом мы писали всякие еще плакаты. И он был очень грубый, такой неприятный человек. Фамилия Тростинский его. И тут в это время я поступала в союз художников. У меня выставок много, потом еще выставка к союзу. Мне Татьяна Ниловна Булонская давала рекомендацию и Марфа Тимченко. Рекомендации были хороших художников. Вообще меня приняли в союз художников. И я решила, все, я с завода ухожу. Этот Тростинский сказал, ну, уходите, ну, на «ты» всех надо, уходишь с завода. Я тебе никогда в жизни не разрешу прийти на завод и что-то сделать на выставке и все. И мне почти полжизни снилось, как мне звонят оттуда рабочие, меня все любили, звонят, что Тростинский ушел в отпуск. Я прибегала на завод и там что-то. И вот мне все время снилось, что я за печкой что-то делаю, керамику, и тут этот Тростинский меня везде ищет. И вы представляете, насколько на мою жизнь повлияло это, что он сказал, что ты не сможешь. И вообще при советской власти мы не могли иметь собственную мастерскую, мы не могли вообще нигде заниматься сами, самостоятельно керамикой. Им не могли ничего нигде продавать. И у нас единственно был вот художественный салон здесь, ну, два салона. И в этом салоне просто живопись продавалась. Ну, как-то так кто-то… Ну, в общем, мы просто… Хорошо, что у нас… Ну, я стала брать заказы монументальные, мы с мужем выполняли керамические и разные заказы из керамики. Ну, это, конечно, было и творчество, и деньги. И, в общем, конечно, я сказала… Вот сказала, все, мне плохо, не хочу ничего, не знаю, как будет дальше, но больше я здесь не могу работать. И ушла. Просто ушла с завода, потому что никто не… Ничего, никто не предвещало, что тут вообще завод закроется, что что-то… Вообще что-то изменится. Это же еще был 75-й год. Это вообще расцвет всего этого заводского… Тогда Коваленко Володя вместо меня стал там работать художником, а до этого он был начальником цеха. Вот Сережа Денисенко стал художником, он уже закончил институт, он стал работать на заводе. И там это как раз… Это как бы моя… Ну, моя энергия, вот она такая… Слишком, ну, такая многогранная, яркая. И поэтому я снова пришла… Как бы это… Васильков, он мне дал такую школу майолики. И теперь я все время занимаюсь майоликой, потому что все мои работы – это сама Юлика. Это роспись с цветными глазурями. Вот теперь вот так. Ну, да, когда вам пришла. Ну, и, как бы сказать, вот Васильков очень много для творчества, ну, для нашей жизни, вообще всей нашей семьи. Хорошие, хорошие воспоминания. Очень жаль, что вот так вот с заводом. Я бы хотела, конечно, я бы могла делать, как везде на Западе. Художник делает образец для завода. И за это получает определенные деньги. За то, что он делает образец, не обязательно сидя на заводе. А потом завод это реализует. Во-первых, художники придут все, которые с именем. Это уже какой-то бренд получается. И я бы очень хотела, чтобы это все возвратилось. Очень. Ну, майолика, майолика, конечно… Вот сейчас я как раз сегодня в мегамаркете зашла и увидела, полный стол стоит Васильковской керамики. Вот это, что сейчас они делают. И я посмотрела, такое хорошее качество. И глазурь хорошая, прозрачная, потому что у них был период. Эту глазурь они делали, она не получалась такая блестящая. Они, ну, с фритой, ну, немножко технологию они… Вот сейчас технологию они улучшили. Ну, как жаль, что, конечно, закрывается. Там… Там один цех они возродили, какие-то печка, наверное, какая-то была. Я не ездила, я не ездила туда. Было просто грустно. Там все это… Завод разрушен, как-то… Забиты были окна. Как-то мы ездили, посмотрели, но… А чего было так грустно? Не хотелось видеть эту разруху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова